Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! С наступающим вас 2020 годом! Я сердечно поздравляю, приветствую вас на канале Процветок. Поговорим сегодня с вами об одном из главных атрибутов новогоднего праздника. И это не салат оливье, не селедка под шубой, а это елка. Последние года, ну по крайней мере 10 лет, искусственные ели стали очень-очень популярными. Маркетинг не дремлет, и как бы в такой псевдозаботе об охране окружающей среды, в заботе и печали о елочках, которые якобы вырубают в лесу, заставляет нас покупать искусственные пластмассовые елки, которые, впрочем, являются вполне себе функциональными, не сыпятся, закинул в антресоль и пусть там валяются до следующего года. Насколько это экологично, существует достаточно много объективных и авторитетных мнений. Это абсолютно не экологично. В настоящее время деревья, новогодние деревья, будь то сосна, ель, пихта или какие-то другие кипарисовики, например, выращиваются специально в питомниках для этих нужд. С точки зрения экологии, использовать живые деревья является гораздо более разумно, нежели чем пластмассовые. Пластмасса будет очень долго сохраняться в окружающей среде. У нее достаточно длинный углеродный след, взведу ее производства. В то же время углерод, накапливаемый в древесине, связывает на достаточно длительный срок углерод, углекислый газ, а растения, которые снова выращиваются, этот углекислый газ будут опять потреблять. Поэтому вот такой круговорот является гораздо более экологичным. Кроме того, что под Новый год с удовольствием все приобретают срезанные ели, живые ели, и это правильно, также очень популярны контейнерные ели или другие хвойные деревья. Многие питомники, продавая их очень дорого, и магазины утверждают, что потом эту елочку или сосну можно будет высадить в сад, в огород, и она там хорошо приживется. Это правда, но лишь отчасти, потому что это можно ожидать только тогда, когда ваша елочка простояла у вас в комнатных условиях, особенно где-то возле батареи, ну, то есть когда тепло и сухо, примерно в течение пяти, ну, максимум семи дней. Если она простояла дольше, ростовые процессы уже там начались, и, конечно же, такая елочка, к сожалению, не приживется. Ну, если еще вот такая плюсовая погода в районе Нового года будет, ну, то, конечно, она приживется, ну, если только не наступят морозы. Ну, а если все-таки будут морозы, то ни о каком приживаемости этой елочке, и речи быть не может. Поэтому, взвешивая за и против, нужно все-таки склоняться к срезанной елочке. Как же сохранить срезанную елочку как можно дольше? Мы на нашем канале, конечно же, не могли обойтись без эксперимента. И эти сведения о том, как сохранить срезанную елку как можно дольше, вам вполне помогут продержаться хоть до Старого Нового года, или, как в анекдоте, хоть до 8 марта. Смотрим на эксперимент. Итак, мы в лаборатории, в которой мы заложили несколько месяцев назад наш опыт по оценке влияния различных растворов, различных веществ на долговечность ели, срезанной ели. В качестве модельного объекта мы, конечно, целые елки не брали, но мы взяли веточки ели обыкновенной, ну, как наиболее часто используемого новогоднего дерева в домашних условиях, ель обыкновенная. Ну, конечно же, покупать срезанную ель обыкновенную и не ставить ее в воду, не давать ей воду в принципе, это, конечно, смерти подобно, потому что она вот сыпется прям вот на глазах. Не хочу тут много делать мусора, но вот видно, что буквально за 3-4 дня она высыхает полностью. Особенно, если она была заготовлена сильно заранее, до реализации, может, где-то уже на теплых складах полежала, то в этом случае вы можете принести ее домой там за сколько-то дней, до нового года, а к новому году она уже начнет от какого-то касания достаточно быстро сыпаться. Поэтому, как минимум, ее надо поставить хотя бы в воду. Ну, вот здесь у меня разные растворы, и на бумажечках подписано, что есть что. Если взять обыкновенную воду, вот здесь вот, а оценку мы проводили, когда появятся признаки, вот такие явные признаки, опадения хвои. Вот этот день мы фиксировали, что вот хвоя уже начала желтеть, явно желтеть, и уже начались вот эти вот признаки опадения хвои. Так вот, просто в воде веточки эти наши еловые простояли 8 дней в красивом виде и не опадали. По уверениям многих людей, добавление сахара, обыкновенного сахара, я спрашивал, сколько, кто сахара добавляет, но средняя доза оказалась примерно 250 грамм сахара, ну, то есть стакан сахара на пол ведра воды. Вот в случае, если добавляется просто сахар в воду, то в этом случае срок годности елочки делается еще меньше. Простояла она у нас, продержалась до первых признаков опадения хвои всего-навсего 6 дней, что на 2 дня меньше, чем если бы мы сахар не добавляли, и стояла она у нас просто в обыкновенной воде. Связано это с тем, что в воде с сахаром очень активно развиваются микроорганизмы, дрожжи, различные бактерии и так далее, и они забивают сосудистую систему ели, и вода не поступает, она портится, накапливаются вот эти продукты обмена веществ этой бродиловки, и ель погибает гораздо раньше и быстрее. Вот добавление небольшого количества марганцовки к этому сахарному раствору 250 грамм на 5 литров воды уже продлевает срок годности этой елочки до 20 дней, то есть без марганцовки 6 дней, а с марганцовкой 20 дней, что в общем-то уже очень приятно. В принципе, уже хватает на новогодние праздники. Мы пошли еще немножечко дальше, проверить просто, будет ли работать марганцовка без сахара. Ну, может быть, дело вообще не в сахаре, а в марганцовке. Может, марганцовка так там убивает все, что сахар нам и не нужен. И вот посмотрели, что просто вода с марганцовкой нет. Всего лишь 14 дней елочка продержалась. Но в принципе, 2 недели по сравнению с обыкновенной водой 8 дней, то есть почти в 2 раза увеличивается срок жизни этой елочки в домашних условиях, в обыкновенных нормальных условиях, это уже очень хорошо. Ну, а если марганцовка с сахаром, то и почти в 3 раза продлевается срок жизни этой елочки. Но, зная физиологию растений, понимая, какие процессы в этой елочке происходят и как можно вообще облегчить этой елочке жизнь, мы, конечно, не могли не составить своего собственного рецепта, основываясь на биологических знаниях. Биология даёт большое подспорье в жизни. Во всех сферах нашей жизни она нам очень-очень помогает. Итак, гораздо более приемлемым питанием для ели является не сахар, а является глицерин. Он усваивается этой несчастной срезанной елочкой гораздо-гораздо лучше и включается в обменные процессы, нежели чем сахар. С сахаром, который всосался внутрь ели, надо ещё этой елочке внутри поколдовать, задействовать сложные ферментные системы, что превратите в простые сахара, которые потом надо окислить. И пошло-поехало. В этом смысле глицерин является гораздо более выгодным. Поэтому в качестве источника энергии мы взяли глицерин. Смешивание глицерина с марганцовкой является неприемлемым. Это связано с тем, что марганцовка будет достаточно активно окислять сам глицерин. А нам это абсолютно не надо. Нам надо, чтобы глицерин окислялся внутри ёлочки и давал ей энергию для жизни. Поэтому в качестве антисептика я взял хлоргексидин. Обычный аптечный препарат 0,05%, который в каждой аптеке можно купить. Также в качестве сильного антисептика можно взять вот такой вот раствор метиленового синего. Вы знаете, я его люблю в качестве антисептика. Здесь в прописи написано, что в 50 мл раствора содержится 0,3 г метиленового синего. И также я взял такой препарат, как димексид. Димексид, ну чистый димексид, который в таком вот виде продаётся в аптеке. Я его взял для того, чтобы облегчить проникновение вот этих и антисептических, и питательных веществ внутрь самой ели. Это известный проводник различных питательных веществ внутрь кожи, под кожу, в организм наш, в растительный и так далее. И вот сделал такую пропись. Тоже подбирали так эмпирически, но и опытным путём. И оказалось, что оптимальное соотношение вот этих компонентов для раствора, для хранения ёлочки оказалось на 5 литров воды. Нужно взять 100 мл глицерина аптечного, ну любого, конечно, но у нас он в основном в аптеке продаётся. Одна чайная ложка димексида. Это всё на 5 литров воды, я вам говорю. И 100 мл хлоргексидина, либо вот все вот эти 50 мл вот этого самого метиленового синего для аквариумов. Продаётся у нас в каждом зоомагазине. Вот этот раствор, ну на самом деле мне хлоргексидин нравится больше, потому что метиленовый синий, он очень сильная краска. Если вы где-то капнули, пролили на себя, на пол, там ещё где-то, это неудобно, выливать эту посудину, в которой всё это хранится, с метиленовым синим неудобно. Но это просто альтернатива. У кого хлоргексидина нету, значит, могут взять метиленовый синий. Но у него есть вот такие недостатки. Таким образом, вот в этом растворе, вот это вот ёлочки вот эти вот продержались у нас почти 2 месяца, 2 месяца продержались. И вот видите, она совершенно не сыпется, в отличие от вот этих вот ёлочек, она не сыпется. У неё даже через 2 месяца нет никаких признаков того, что она как-то хочет погибнуть. На самом деле, ну, мы не первый год используем дома этот раствор. И у нас иногда бывало так, что вот я уже ожидаю, что эти почечки сейчас проснутся, и она может даже выбросить свежие побеги. У нас дома такая история была не раз. Ну, между прочим, заодно уж говоря, могу вам посоветовать, если вы жалеете там эти ёлочки или вам негде поставить, ну, возьмите, как и я, веточки, поставьте их в вазу, украсьте игрушками, дождиком, чем угодно. Это тоже красиво. И используйте вот такой раствор. Если вы раствор этот делаете без применения метиленового синема, скажу вам больше, а с хлоргексидином, то этим раствором вы можете также опрыскивать из пульверизатора ёлочку. Димексид заставит глицерин проникнуть внутрь хвои, доставить питание вообще без участия сосудистой системы. Но она всё равно нужна, чтобы воду туда доставлять. Но как бы там ни было. Но единственное, что этот раствор на хвое ничего не оставляет, никаких следов. А вот на игрушках стеклянных может оставить пятна. Оно оставит пятна от глицерина, такие блестящие. Поэтому, если ёлочка обильно украшена стеклянными блестящими игрушками, то прыскать не нужно. Если только дождиком, ватой, ну какими-то подобными, неблестящими, где пятна эти не видны, будут особо, то можно эту ёлочку даже и опрыскивать. И в любом случае посоветую вам обильно опрыскать ёлочку этим раствором до того, как вы туда начнёте вешать игрушки. Разумеется, что ёлочка не должна стоять. Но это тоже самое касается сосны, пихты любого новогоднего дерева. Возле отопительных приборов, возле батарей, чтобы не сифонил такой сухой воздух. Потому что, что бы вы тогда не добавили, высохнет она достаточно быстро. И, конечно же, при установке в воду надо обновить обязательно спил. Чтобы сосудистая система была свежая, чтобы туда пошёл раствор. И в конце открою вам маленький секрет. Этот же самый раствор, который я вам продиктовал, идеально подходит для хранения практически любых срезанных цветов. Будь то розы, сирени, гвоздики и даже орхидеи. Срезанные цветы будут очень рады такому раствору. Букеты будут стоять очень-очень хорошо, будут свежими очень долго. Что ж, желаю вам всем новогоднего настроения и всего-всего самого-самого лучшего. До встречи на канале Процветок.